здравствуйте меня зовут федор васильев мы продолжаем с вами работу в этом уроке я хочу с вами поговорить о связанных продуктах что это такое и зачем это нужно сейчас на демо моем магазине открыт пример связанные продукты выводятся вот здесь под кнопочками купить в корзину вы видите это связанные продукты их тут может быть несколько смотрите для чего это может быть нужно вы уже догадались к телефону может идти чехол да и много других аксессуаров когда телефону подходит например очень хорошо вот этот чехол человек смотрит телефон и даже здесь он сможет навести мышь на вот такой значок во всплывающем окне будет высвечиваться например картинка чехла и описание он сможет перейти по названию этого чехла сам продукт то есть отдельно купить данный чехол здесь также могут ну имеется картиночки или же смотрите где еще это может отображаться например человек кликать на кнопку в корзину у нас товар поместился в корзину это видно вместо кнопочки у нас появился текст уже в корзине если мы кликнем по этой ссылке уже в корзине более подробно вообще о корзине о настройке мы поговорим следующих уроках сейчас я просто вам показываю где могут отображаться связанные продукты он видит телефон и чуть ниже он видит такой текст рекомендуем добавить заказу то есть это очень полезная вещь и вот здесь как раз тот самый чехол и человек здесь может прямо всплывающем окне кликнуть на кнопку добавить и товар помещается в список его покупок и далее он тут можно нажать на кнопку оформить заказ или же нажмет на кнопку продолжить покупки то есть это значит что он не закончил еще класть товары в корзину то есть два товара уже есть у него телефон и чехол и он хочет продолжить гулять по магазину может быть он купит что-то еще то есть вот такая полезная вещь давайте рассмотрим как это все здесь делать для начала мы создадим сейчас вы это уже знаете как делать категорий для чехлов вот у меня здесь чехлы есть тестовый для смартфона для них является родитель категория смартфоны то есть вот этот вот значок около категории говорит о том что у данной категории есть родитель родительская категория давайте попробуем это сделать мы переходим в админку Заходим в категории и давайте быстренько создадим категории для аксессуаров. Я, например, наберу то же самое, чехлы для Apple. Нажимаем сохранить и закрыть. И я забыл сделать чехлы для Apple, мы должны сделать родители. Родители делаются так. Вот здесь вот есть родитель. Мы выбираем смартфон Apple. Конечно, родители делать не обязательно. Это просто, я считаю, это для удобства, чтобы все было по полочкам. Сохранить и закрыть. Все, теперь у нас здесь то же самое. Видно, что для этой категории у нас родители смартфона Apple. Следующим нажимаю создать. Например, держатели для Apple. Сохранить. Далее родители выбираем смартфон Apple. Сохранить еще раз. Сохранить и создать. Ну и теперь последнюю категорию гарнитуры для Apple. Соответственно, у вас здесь уже свои категории, свои названия под ваши товары. Сохранить и закрыть. Все, категории созданы. Давайте теперь создадим хотя бы один товар. Какой-нибудь чехол. Переходим в магазин продукты. Создать. Пишем название чехла. То есть, создаем обычный продукт. Вы это уже умеете делать. Так, категорию. Сразу выбираем чехлы для Apple. Стоимость чехла, например, 39 рублей. Вставляю описание. Далее давайте загрузим изображение для нашего продукта. Например, возьму вот этот вот чехольчик. Нажимаю открыть, загрузить. Все как обычно. Также в демо-магазине вы можете видеть, я отдельно создал атрибуты. Тип, цвет и совместимость. То есть, я этого уже делать не буду. Вы атрибуты делать уже умеете. Поэтому я здесь больше не заполняю, чтобы не тратить ваше время. И нажимаю сохранить, закрыть. Все, у нас чехол создан. И давайте назначим телефону связанный продукт. Переходим, в принципе, в любой телефон, смартфон, в любой наш продукт. Переходим в детали. И самый нижний пункт связанные продукты. Кликайте мышкой в это поле. И у нас здесь высвечиваются все созданные товары. Мы находим чехол. Тот, который мы только что создали. Читайте всегда вот эти вот подсказочки. Здесь очень полезные есть вещи, подсказочки. Вот здесь написано. Начните набирать название продукта для его поиска. То есть, это поле еще является поиском. Например, у вас уже около тысячи товаров. И вы хотите связанный продукт какой-то найти здесь. Вам будет вот так искать нереально. Вы просто начнете вот здесь вот на клавиатуре набирать название вашего продукта. И они у вас здесь появятся первыми. Имейте это в виду. И вы можете здесь, я думаю, без ограничений, добавить связанных продуктов. То есть, вы кликайте еще раз, если есть еще какой-то аксессуар к данному телефону. И выбирайте его здесь. Все, мы его назначили. Давайте сохраним. И на сайте обновим страницу. Так, связанный продукт у нас добавился. Вы видите его здесь. При наведении у нас он отображается. Его цена. Но название не кликабельно. Давайте зайдем в настройки и настроим данную фишку должным образом. Закрываем наш продукт. Идем в настройки. Переходим на вкладку продукт. Прокручиваем ниже. До раздела почти в самом низу связанные продукты. Показать связанные продукты. Показать. Ими как ссылка. Это вот как раз таки, видите, имя у нас не является ссылкой. Конечно, это нужно сделать ссылкой, чтобы человек мог перейти быстро на этот товар. И познакомиться с ним более подробно. Обязательно делаем ссылкой. Стоимость продукта рядом показать или нет. То есть, вот здесь можно стоимость не показывать. Я оставлю показать. Показать подсказку. Это вот такая штучка, иконочка. При наведении на нее высвечивается описание, изображение и заголовок названия товара. Конечно же, показать. Если описание очень длинное, здесь можно выставить ограничения. И, соответственно, высота изображения можно сделать побольше. Здесь оно маленькое. А здесь у нас достаточно большое. Высоту изображения давайте сделаем 150. Сохранить. Обновляем сайт. Итак, у нас заголовок теперь является ссылкой. Давайте кликнем. И в новой вкладке браузера открывается товар. С нашим чехлом. У нас с вами все получилось. И давайте наведем на иконочку. Здесь мы видим, у нас картиночка стала больше. Вот, в принципе, и все о связанных продуктах. На этом я заканчиваю данный урок. И увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...